В форме на одежда, голубые береты, фразы есть и так точно. Этих мальчишек приучают к военной службе с 14 лет. Сегодня они в ожидании своей мечты. Прыжка с парашютом для кого-то уже не впервые, но инструктаж обязателен. Причем важна каждая деталь. У этого круглой формы, у 10-го форма патисона, двойная прыжка такая. Больше двух часов отводится на закрепление уже имеющихся у ребят знаний. И то, как покидать самолет в момент прыжка – одно из важных. 525-526, осмотр купола. С детства у меня мания к военному делу. Нравится мне это. Я планирую поставить в военный вуз и отучиться там 5 лет, получить звание и дальше по распределению. За все время существования клуба здесь обучились 60 ребят. Многие связали свою жизнь с армией. Они говорят, да, нам легче по сравнению с теми с гражданским. Мы знаем, что такое острововое шаг. Куда пойти, потому что мы смотрим, которые наши завистики приходят, они не знают, с какой стороны подойти к автомату, не знают команды военной. А кто-то, по словам родителей маргеловцев, просто сильно изменился. Стал более дисциплинированным, исправил двойки и перестал проводить все время в телефоне. Он у меня вообще не пунктуальный. А там нет, все вовремя. Ходил пунктуально. То есть у нас собрания были на собраниях, его хвалили. Я всегда говорила, это не мой ребенок, это не мой сын, это не о нем говорят. Я подходила потом к руководителям, говорю, вы точно про Зацепина говорите. Ну да, то есть все поменялось. Чтобы прыгнуть с парашютом, сын Инны даже пытался скрыть небольшое оперативное вмешательство. А другой воспитанник приехал на летное поле, предполагая, что ему откажут, ведь парню еще не исполнилось 14. Почему ты поехал, но знаешь, что тебе 13? Ну, поддержать своих ребят, которые тут находятся. Ну или мечтал очень, как бы прыгнуть с парашюта? Ну, прыгнуть с парашюта я тоже хочу. Забегая вперед, скажу, что прыгнуть у Александра получилось. Ему пошли навстречу. Ведь 14 парня уже 1 августа. Среди патриотов и любителей военной выправки и формы мы нашли и блондинку, мечтающую стать кинологом. Не страшно тебе вот спрыгать с парашютом? Страшно. Всем страшно. Но надо. Больше трех часов позади, впереди самолет, небо и полет, которого долго ждали. Что самое главное вот перед прыжком по-вашему? Перед прыжком, ну, себя взбодрить, настроить на прыжок и все. И быть спокойным. Вы сколько раз прыгали? Больше трех с половиной тысяч. Чтобы прыгнуть с парашютом, все должно сложиться. И настрой, и умение, и погода не должна помешать. А еще прыжки обходятся отнюдь недешево. Если раньше финансирование ложилось на плечи родителей, сейчас ситуация поменялась. Ну, мы узнали, что Александр Сергеевич Прокопьев, фонд его разыгрывает грант. И мы попробовали выйти в этот грант, получас в этот грант. И нам, считайте, повезло. Мы выиграли грант. Выделили все. Большое спасибо. А еще прыгать можно, если эта конструкция низкая от земли. Значит, ветер небольшой. Первые пошли. И вроде бы на земле все отработали, но коррективы инструкторам приходится вносить. Ноги вместе! Отпускай! Ноги вместе! Вот так! Очень понравилось. Прыгнул бы еще раз. За первый полет ничего не понял. И все-таки ребята немного заставили поволноваться. Инструкторов и родителей. Причем те, кто прыгал не впервые. Ветром пару парашютистов несло в лес. Благо, обошлось. Где-то, когда я был уже над самим вот этим аэродромом, я уже понял, что ну все. Деревья так деревья. Первый раз. Все бывает первый раз. Вот. Ты? Мне очень понравилось. Тут даже интереснее в лес приземлиться, чем туда. Поволновались и те, кто прыгал впервые. Из-за смены ветра прыжки пришлось нам пару часов перенести. Говорят, это не редкость. Все эти навыки маргеловцам скоро пригодятся. В день ВДВ в Заринске они примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных десантным войскам. Ведь каждый из ребят мечтает служить Родине. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.